мне довелось повезло восемьдесят восьмом году в буратинске тогда аргакин назывался советское время анатолий сергеевич саксиков такой тренер был по самбо земляк наш он приехал и тренировал на самбо очень хорошо мне доверил младшую группу тренировать и там подсказывал советовал и практика уже было я старшеклассником потом начались лихие 90 и все закрылось разрушилась и как во многих городах россии нашем поселке тоже началось там лихие времена преступность возрастала там все такое негативное молодежь мы теряли тоже и директором школы был алексеев басан баушевич тогда встретился он как-то со мной ну там можешь попробую сейчас вышел а ковер от от нас еще остался старый такой губчатый покрышка тряпочный и в тире тир 480 шириной и 60 метров длиной я говорю ну давай начну попробую и начали мы там тир тогда был таком состоянии без окон крыша протекал вернили здесь пошла но у нас такой земляк есть он глава рода аргакинского с инициативой открыть молодежно-спортивный центр альма при аргакинской школе цели там были воспитание молодежи там детей там патриотизма любви к родине уважение к старшим ну и решили назвать его память и дочери не лежишь альма и мы назвали он согласился поддержал нас и быстро начался ремонт тира помню такой быстро там крышу перекрыли полы начали стелить там ремонт окна делать ковер привезли другой новый все мы начали тогда школа большая была не знаю там по 200 человек наверно классы еще большие были конец 90-х это был первый раз начинал человек 70 точно пошел самбо же могут юноши тренироваться и девушки все для интереса там всего же и как бы пришли начали тренироваться потом пошли нагрузки требования дисциплина придерживаемся мы всегда девиза слабые уйдут либо станут сильны у нас там в аргакинах вот эта черта мы всегда друг другу помогаем во всех начинаниях вообще так дружный поселок особенно в таких ситуациях там помочь это вот отличает аргакинцев это черта ну и конечно дети талантливые по мои первые ученики санджи бугуныч манжеев там анжа алексеевич там много санал константинович ладыгейская школа с самбо и дзюдо знаменитая кубком болиджи коблев который создал там при майкопе есть институт дзюдо возил ребят туда на соревнования у меня там друг живет тоже заслужен тренер россии он судья такой международной категории очень позитивный человек ход юнус исмаилович и вот мы договорились он нам помогал ребят мы туда отвозили они поступали в этот институт боролись за сборную адыгеи и знания получали слава богу они сейчас вернулись калмыкию работают тренерами как бы у нас с подъем калмыкии самбо дзюдо ну детей которых я тренировал очень много закончил пошли выбрали профессию тренер кто-то стал военным кто-то он профессии разные выбрали но достойные члены общества выросли и потери были среди учеников там сворачивались верного пути значит сделать это же есть такой тренер по футболу гвардиола просили вот вы там великий тренер это но я себя не причисляю но примерно он его слова вот эти я хороший тренер но меня просто повезло что я тренировал барселону мне тоже повезло что я в аргакинах наверно начал тренировать там поддержка была всего общества там главы крестьянский фермерс хозяйств помогали на выезды земляки на въехали на соревнования школа помогала два турнира мы проводили такие межрегиональные ну мы их кормили заселяли бесплатно призы давали по тем временам от команды северного кавказа южного федерального округа большинство были как-то мы подсчет вели вот на турнире альма которые боролись ребята там с чечни там с адыгеи из краснодарского края сад человек 15 потом стали победителями первенств европы и мира ну других регионов факт что тоже старт там был были даже такие моменты соревнований земляк наш финале борется и приезжий парень там с дагестана и момент спорный был и вот земляки настояли чтобы победу отдали гости был я конечно как тренер хотел чтобы наш победил но они настояли там момент такой 50 на 50 был тогда вот я начинал тренировать это же наблюдение виду анализирует вот урок физкультуры был на высшем уровне у нас надежда петровна учила сломали джина такие плане меня еще школе учили дети приходили подготовленным они могли играть баскетбол там все вот они даже элементы с гимнастики делали сейчас ничего не хочу никого там обидеть или как здесь тренируют дети многие приходят ничего не могут вообще элементарно даже бегать вот этот подтягивание серьезные с такими проблемами не сталкивался и всегда его своим ученикам говорю ты если чего-то хочешь добиться ты должен любить вот я люблю самбо если ты самбо любишь там в свою родину аргакин люблю там более уже масштабно калмыкию россию более масштабно это глобально да а я говорю все начинается с мелочей там я любил свою улицу потом поселок и там вот самбо вот так и она мне как бы дает это силы трудности тоже были владикавказ я ездил наблюдал феномен их невольной борьбы борьба у них основополагающие общество они сильные мужчины они благородные мои ученики они здоровые по 100 килограмм там на дымы выигрывают мастера спорта но они уважают старших и у них есть грань это которую они не перешагнут даже вот слабее его человек будет даже там хамоватый там они не этот вот этом плане владикавказе я был да там очень сильно развита и это основа у них там борец ты ты уважаемый человек везде тебя хотят чаем угостить там такси вот я ехал сказал что едут академия хадарсу из таксист у меня денег не взял но я ему хотел заплатить станет хорошим человеком работаю свои там слабости недостатки побеждать от чемпион это придет если ты вот это все преодолеешь у всех народов таких с историей борьба это было как средство воспитания мужчин японию возьми у них же там очень много единоборств карате там айкидо но очень много но у них дзюдо это национальный вид спорта у нас конечно это можно было в школах не мы сейчас есть батыр просто и их их мы это не знаем или знаем и хоть есть делаем вид что не знаем вот это беда у нас у нас вот этого нет своего героя перед кем мы можем восхищаться там нурмагомедом хабибом это ну они тоже я восхищаюсь к мировом масштабе но это глобально но здесь своими тоже надо восхищаться подрастающее поколение вас почему там на классный час не пригласить борца там у нас есть борцы там по национальной борьбе много звание варга имеет имею батара чуть его пригласить чтобы он рассказал свой путь может какой-то ребенок загорится мигиана семенова можно это вообще герой калмыки я езжу на соревнования его все знают самбисты дзюдоисты мигиан семенова него уст привстают это имя а у нас мы у я его в якобы в борьбе я конечно а кто далек от борьбы может быть и не знает должна мечта у меня чтобы зал здесь построили самбо вылисте хоть свой дом нужен там тогда мы все идеи планы притворим вот я тренирую щас на 50 процентов я внедряю что могу 50 процентов это для многих хватает на первенстве его призером ст а если бы пусть не 100 80 уже на россии призем у нас есть призеры россии вот бадмая верняща стал 100 до 64 килограмм 3 ну свой дом чтобы я мог прийти и там действительно самбо заниматься они где-то пошел там гонят тебя то нельзя это нельзя там у нас нету это зала у фп нормального там многие говорят атом физически она мы всегда уступаем у нас особенность нашего не народа просто мы не работаем у нас нет условий пацана на к физику потому мы тренируем как 70-е годы кувалдами самодельными штангами серьезно я вот до сих пор ты в 21 век вот эта проблема а чемпионы здесь будут здесь детей талантливых очень много дети приходят они меняются если терпеливо идут они вот приходит бывает там отца нету там бабушка вас он неженый пугливый такой а потом он тренируется путь проходит становится не побоюсь этого слова настоящий мужчина серьезно и вот самый увидел и у меня вот приятно ну сперва шести лет уже можно там элемент из гимнастики там до укрепляющий там кое какие-то в игровые общеразвивающие упражнения с борьбы основа то одна примерно методика там вот занимается я уже на результат я думаю когда он окрепнет физически и самое главное психологически с 10 лет уже требует как я столкнулся любые соревнования для любого человека даже там великого чемпиона это стресс он хочет победить уровень соревнований конечно повыше он переживает то что великим борцом стал он это научился с этим справляться а ребенок он еще не готов и мы его ведем 7 лет ставим на весы и вперед требуем кричим он еще кое-что не знает там не научился потом есть конечно и родители грамотно есть родители очень амбициозные они начинают на него кричать трус лобак и все ребенка сломали а потом он боится проиграть а это самое страшное у человек вот у борцов пособие если он боится проиграть я бы не советовал им продолжать бороться на соревнования вот здесь все хотят быстро привели его там семь лет восемь чтобы он все выиграл и бросает или проиграл там все конец света я говорю он пришел он за коллективе дружным занимается крепнет физически учится преодолевать трудности неудачи не ради этой медали за себя он постоит ссором он будет ездить на турниры везде это он черпнет и патриотизму то у него друзья будут и кругозор расширится нашим под ребят все села маленького они там приезжали суда на вы листе не знали как доехать там до рынка а сейчас они там во всех городах побывали кто-то за границу ездил боролся танзя в германии боролся выиграл тренер если там бывает конечно из-за схватки там на него крикнет он сорно не так вас но когда родной отец его оскорбляет бьет некрасиво и вот меня тоже неприятно как тренер ну в основном из таких ничего не получалось как это наша пословица луна я видел клип орла надо птенцом да как у нас же ребенка это все зависит уже взрыв если он вырос 17 18 лет он уже его уже не исправишь не перевоспитаешь ничего ты хочешь делать там золотые залы построить привези там великих тренировок просто я не хвастаюсь но плоды своего труда я видел это ради этого и живешь на счастье ты боль вон пришел боролся там слабенький был потом раз там выигрывает на пьедестале стоит и думаешь за него радость потом раз он там учиться пошел и в работе он там кто-то его руководитель встретился хвалит и он дисциплинированный на работу не опаздывает исполнительный ну плане дисциплины и приятно слушать первенство южного федерального округа по самбо до 16 лет ну и хорошо борол 6 медалей мы взяли два золота два серебра две бронзы ребята показали хорошую борьбу ярко есть там ребят ну и первенство россии в армавире тоже будет проходить но мы рассчитываем на медаль в первенство россии может быть и на 2 хотя в борьбе это прогнозы такое дело тяжелое не хочу ничего загадывать но надеюсь это мы все надеемся мы сейчас все на у нас хорошо мы дружно работы согласована где-то уступаем но мы же все вот как с родной родины и нам легко решать вопрос где-то конечно и споры возникают все бывает если когда ты что-то делаешь там всегда бывает это когда ты ничего не делаешь тогда там не споров ничего не бывает а когда ты делаешь их хочешь что-то добиться чего-то там всегда и споры и всякое бывает но больше как будет таких позитивных моментов мы добиваем сейчас ученики тренерами работают их не ученики на его там на россиях становится тоже радость позитив может быть там их не ученик олимпиаду выиграть мир тоже радость у нас краснодарский край очень сильный они выставляют там 20 человек у них там на области только на крае борется весах по 50 60 человек каждом весь 500 600 участников он очень большой экономически развит и там выделяется очень много средств на самбо дзюдо тренера там очень высокого класса ну и ростовского область очень большая волгоград аст астрахань вот такая конкуренция у нас тоже не скажу что слабо ну хочу всем пожелать здоровья терпения удачи и чтобы подружнее мы были когда мы дружно вот я когда дружно эти трудности нипочем варгакина начинал много там преодолели сделали за то что все дружно делали и все не ради там пиара еще чего-то многие люди приходили вот крестьян главы к фх они там финансы дают и говорю я не называй мою фамилию серьезно стеснялись но они стеснительны степи выросли я помогу только не называй там не вызывая меня серьезно вот так вот этом плане и